Доброе утро! В эфире Вести Магнитогорск в студии Галина Кочерова. Бюджет Челябинской области пополнился на 2 миллиарда 200 миллионов рублей после уточнения прогноза поступлений. Итак, за счет дополнительных собственных доходов, это больше миллиарда рублей, будут решаться вопросы переселения граждан из аварийного жилфонда, развития сельского хозяйства, модернизации коммунальной инфраструктуры и другие социально значимые расходы. Федеральные деньги имеют строгое целевое назначение на развитие села и реконструкцию инженерных коммуникаций во всем регионе. Стоит отметить, 50 федеральных миллионов направят на развитие физкультуры и спорта. Дефицит бюджета при этом сохранится 9 миллиардов рублей. Почти 160 подземных повреждений в сетях водоснабжения устранили сотрудники водоканала. С начала года такая информация прозвучала в отчете директора предприятия на аппаратном совещании. Кроме того, Владимир Ефимов рассказал о совместной с администрацией города ММК программе, направленной на улучшение качества воды в левобережной части города. Муниципальным территорием 3-й водоканал и Магнитогорским медкомбинатом ведутся работы по замене водовода диаметром 500 миллиметров, что позволит обеспечить достаточный транзит воды через промплощадку для обеспечения в дальнейшем возможности замены Корадырского водовода. Уже появились и первые результаты совместной работы. Количество жалоб от жителей на плохое качество воды сократилось на 40%. Следует отметить также, что горожане исправно платят за водоснабжение и водоотведение. Собранные средства направляются на содержание и ремонт систем. МакГорТранс начал работу на маршруте номер 42, на котором газелей больше не будет. Те, которые продолжают ездить, делают это незаконно. Теперь ежедневно с 6.30 до 22.00 на линию выходит 8 автобусов. Интервал движения составляет 13 минут. За первую неделю по маршруту автотранспорт совершил 362 рейса и перевез больше 7 тысяч пассажиров. Выручка составила 80 тысяч рублей. В целом по городским маршрутам МакГорТранс выполняет почти 700 рейсов в неделю. На минувший водители перевезли 19 тысяч пассажиров. Общий пассажиропоток увеличивается. Первой премьерой нового сезона станет «Женитьба». В драматическом театре имени Пушкина ставят спектакль по произведению Гоголя. Удивить зрителя сегодня сложно, говорят в драмтеатре. К тому же эту комедию ставили во многих театрах России. И в Магнитогорске авторы спектакля решили сделать постановку музыкальной. Специально для этого приехала хореограф из Санкт-Петербурга Мария Большакова. Правда, всего на 10 дней. А до премьеры отметим еще два месяца. В Магнитогорске украсили новый фасад по адресу Герцена 2. Это уже 11-й масштабный рисунок. На этот раз за кисти взялись итальянцы. Зовут их Гола Хунда и Джуди Рам. Они из Италии. На данный момент Гола живет в Испании, а Джули в Новой Зеландии. Они с детства дружат и приехали нам помочь. По предварительным эскизам это должно было быть оливковое дерево и бык. Один из символов Римской империи. Но у художников было слишком мало времени, поэтому замысел картины поменялся. Сейчас на фасаде изображены кроны деревьев и луч итальянского солнца, который их освещает. Конечно, очень нравится. Серость уходит из прошлой. Дома преображаются. Здорово. Хорошо. Накануне художники уже улетели в Италию. Не итальянское солнце, но все же жара. Подробнее о том, какая погода будет сегодня, через несколько секунд. Я с вами прощаюсь и желаю добрых вестей. В Фершенпенуазе сегодня днем столбик термометра поднимется до 30 градусов. В Кизильском районе ожидается плюс 29, плюс 31. В Верхнеуральском районе ожидается плюс 28, плюс 30. И в Магнитогорске ясно, без осадков, днем плюс 30. Редактор субтитров А.Семкин